Он был честным, справедливым и преданным своей службе до самого конца. Вдала героя России Александра Богомолова, имя которого в скором времени будет присвоено Центру специальной подготовки Сибирский легион, встретилась с курсантами и сотрудниками учреждения. Рассказала о своем муже настоящем офицере. Подробнее о жизни героя узнала и наш корреспондент Екатерина Тарасова. Эту фотографию я сделала ему на тыльной стороне его памятника. Как бы такая знаковая, что вот закончим боем, стоит такой уставший, положил руку на дуло автомата. Памятные фотографии, шлем, в котором Александр Богомолу был в Беслане и, конечно, голубой берет. Именно с ним Герой России прошел вторую чеченскую кампанию. Для курсантов Центра спецподготовки Сибирский легион это не просто головной убор. Берет Герой России займет почетное место в музее легионеров. Ну, это на самом деле огромная честь для нас, потому что это история и это люди, на которых мы все должны равняться, которые должны чтить и помнить. Мы были очень рады, что именно этим человеком мы будем называться, его заслуги и что он сделал для России. Александр Богомолов родился в Чите. Он всегда знал, что будет служить Родине. Российский офицер участвовал в двух чеченских кампаниях, был миротворцем в Косово, освобождал заложников Норд-Оста и Беслана. Именно Герой России присвоено Центру спецподготовки не случайно. Здесь стараются воспитывать таких же патриотов, каким был Александр Богомолов. Кстати, символично. Позывной спецназовца. Легион. Девиз его и был. Есть такая профессия Родину защищать. Это его девиз с детства. Наверное, таких людей... Вот я таких вот людей мало встречала. Я, конечно, из среды военных, но вот таких мало видела. Я думаю, что здесь будут, в Сибирском легионе будут очень гордиться им. Надежда Богомолова вспоминает. О многих подвигах супруга узнавала из газеты или о знакомых. Например, во время второй чеченской кампании он вместе с семью со служивцами долгое время отбивался от группы бандитов. Тогда никто из них не погиб. Но без ранений не обошлось. Не уберег. Так потом говорил Александр Богомолов. А он мне сказал, ты что? Я же виноват. Меня же ранили солдата. Он остался жив, все, но его ранили. Что он сделал что-то не так. Ну, представить, что неделю обороняться восьмером, распределить сон, питание и ограниченность боеприпасов от тысячи до зубов вооруженных бандитов и сохранить жизнь детям, которые должны вернуться к своим родителям или к женам. 20 лет Надежда Богомолова была надежным тылом своего мужа. Ждала его из каждой командировки, из каждой спецоперации. Я не знала, мне не сразу сказали, что у меня муж был тяжело ранен. Просто мы жили в том месте, где я видела, как приезжают ребята, возвращаются из Беслана. Я его не увидела. Я стояла ко мне, и все от меня прятали глаза. Я боялась самого страшного. Но когда я позвонила сама, мне сообщили, что он в госпитале, вот тогда вот это вот было. Героем он был до последнего вздоха. Во время операции в Ингушетии в 2016 году отряд спецназа обнаружил в одном из домов двух террористов с заложниками. Боевикам предложили сдаться, но не открыли огонь. Александр Богомолов спас сослуживца от пули, оттолкнул его, а сам получил ранение. Но даже раненый он руководил операцией, пока не потерял сознание. Звание Героя России Александру Богомолову присвоили посмертно.